Итак, друзья мои, давайте еще раз я поздороваюсь. Добрый день. Мы продолжаем бизнес-канал на Финам.ФМ. Сейчас время бизнес-класса. Замечательная тема, на мой взгляд, сегодняшнего эфира. Прочту я ее прежде всего. Значит, мы говорим сегодня о бизнес-аналитике. Причем не просто бизнес-аналитике, а бизнес-аналитике для государственных структур. Достаточно забавно. На мой взгляд, неожиданно так, да, или, может быть, непривычно звучит эта фраза полностью. Бизнес-аналитика для государственных структур. Ну и вот, собственно, поговорим о том, для чего она нужна, кому она нужна, да, ну и кто ее делает. Уважаемые люди, уважаемые люди. Кстати, двое из них как раз у меня сегодня в гостях. Я рад их представить. Итак, в гостях бизнес-класса эксперты компании SAS Россия СНГ. Это директор по работе с государственным сектором Илья Катчан. Илья, добрый день. День добрый. И это Артем Кожухов, ведущий эксперт по работе с государственным сектором. Артем, день добрый. Добрый день. Ну что ж, я напомню для вас, уважаемые слушатели, есть у нас телефон. Телефон прямого эфира. Его номер 6510996, код Москвы 495. Вы можете воспользоваться им в моменте, позвонив нам и задав свой вопрос или прокомментировав, может быть, и так, дав, значит, собственное мнение по этому поводу. Либо воспользуйтесь адресом электронной почты finam.fm. Все, наверное, да? Все мы приготовление все сделали. Давайте начнем беседу. Ну и традиционно, так сказать, да, чтобы подвести уже потом в дальнейшем к деталям. Расскажите, пожалуйста, ну, Илья, наверное, к вам, как к директору. Вы же главнее, чем Артем. В чем-то, да. В чем-то, да. Так вот, к вам, как к директору, первый вопрос. Расскажите, во-первых, да, о компании SAS непосредственно, да, откуда она, как она появилась, долго ли работает на рынке, чем занимается, да и так далее. Компания SAS. Компания SAS — это американская компания, крупнейшая частная компания в области инфрационных технологий. Мы любим акцентировать на это внимание, что частная, создал ее профессор математики из университета Северной Каролины. А почему, кстати, вы любите акцентировать внимание на том, что она частная? Потому что все основные игроки на этом рынке давно вышли на IPO и стали, акционировались, да, и стали как бы публичными компаниями, да. А SAS, Джим Гуднайт, основатель, он и компанию задумывал, он был математиком, статистом, и для него это было неким хобби. Неким хобби, и вот он, буквально первый проект, с чего компания от откуда и выросла, это проект по обсчету статистических данных для сельского хозяйства в Америке. Вот, и это как вот некое хобби, вот такая, подход к этому, с таким вот искренним увлечением. Джим Гуднайт перенес на компанию, перенес культуру компании, то есть и вот я за свою, ну, относительно недолгую айтишную жизнь поработал в различных компаниях. То есть есть, можно сравнить, да? Да, сравнить, да, то есть вот с точки зрения культуры, комфорта работы, да, то есть это приятно. То есть вы все делаете с огоньком, я так понимаю? С огоньком, да, да. Легко, непринужденно с огоньком. Да, компания была основана в 1976 году, когда, собственно, вся эти отрасли так вот зарождалась. В России мы уже 15 лет, по сути, то есть наше российское, Россия-СНГ представительство, оно, мы продаем. Продаем, внедряем, поддерживаем эти решения. Обучаем. Обучаем, да. И обучаем, это, кстати, тоже очень интересно. Артем, а вы тоже математик? Нет, информационные технологии, но да, очень близко. Очень близко, да. Конечно, естественно. Ну, в принципе, я говорю о том, что информационные технологии, даже специфичные, да, все-таки отрасли деятельности, и тут абы как не подойдешь. Ну, специфичные, да, но как бы час эры информационных технологий, то есть она уже перестает быть специфичной. Где-то на заре 90-х годов, да, когда вот там, ну, многие экономисты любят там отсылать к таким вещам, как Кондратьевская теория экономическая. Да, замечательная. Да, замечательная теория, наш экономист замечательный. Там заканчивается эра нефтяная, ну, различные, и вот начинается именно эра информационных технологий, и она перестает быть специфичной. То есть это сейчас в мире настоящем, чтобы быть успешным, просто необходимо. Невозможно изолироваться. То есть если раньше компьютер это было что-то с чем-то на рабочем столе, то сейчас рабочего без компьютера подставить невозможно. То есть можно сказать, что информационные технологии сейчас внутри каждого, да, независимо от его образования, от его там воспитания, от его интеллекта, потому что это обычная жизнь, да, Артем? Да, 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 и аналитика, собственно, также проникает во все сферы деятельности, то есть помогает. Да, да. Дополнить хотел вот уважаемая мной компания McKinsey регулярно выпускает отчеты. Вот в 2011 году они выпустили отчет, и они провели такое ретроспективное исследование, посмотрели вообще, как отрасль зарождалась. Так вот, если в 70-х годах берут рост производительности труда и смотрят в нем составляющие IT, она составляла порядка 1%, то уже к 90-м годам, к 95-му году в росте производительности труда IT составляющая была порядка 60% уже. То есть без этого никак. Ну и понятно, объем информации растет, человек ограничен восприятие в своем. А последняя, кстати, какая статистика есть там за 10-й год, например? Нет. Было бы интересно посмотреть. Да, было бы интересно. Там уже зашкаливает. Ну там будет, да, однозначно. За 100% уже практически, наверное, зашкаливает. Интересное наблюдение, что, то есть по посоку информационная технология развивается стремительно очень, да, то есть об этом там и физики наши говорят, и... И лирики говорят. И лирики говорят тоже об этом же. Говорят, что вот по разным оценкам, к 25-му, к 30-му году развитие технологий наберет такую скорость, что человек уже будет не способен перерабатывать. Наступит, атаковать не способен будет перерабатывать с учетом настоящих возможностей головного мозга. Ну понятно, то есть он не успевает. Да, то есть либо будет качественный скачок, либо мы там доберемся до такого, до точки сингулярности. Вот мы сейчас сидели, перед передачей обсуждали. Точка сингулярности, я даже не понимаю, о чем это речь, но меня уже полтора берет, да. Точка сингулярности. Что это такое, Артем? Ну, на самом деле просто... Это точка невозврата? Некий просто предел. Предел, да. Человечество на этом закончится. Но способности человеческого мозга, они же, собственно, безграничны. Мы развиваемся так же исторически. То есть оценивалось, сравнивалось с текущим нашим развитием мозга. А, кстати, вот этот скачок, да, Илья, о котором вы говорите, может быть связан с тем, что человечество, да, вот эти свои внутренние какие-то ресурсы, может быть, да, с другой стороны приоткроет. Да, да. А пока этого не происходит, мы используем бизнес-аналитику. Так, я так аккуратненько возвращаюсь. Это нормально. И она нам очень и очень помогает. Ну и давайте тогда, собственно, более детально, Артем, расскажем, как выглядит эта самая бизнес-аналитика, и задача она решает, для кого она нужна, ну и так далее, и тому подобное. Ну да, я, наверное, начну с того, что расскажу, что под аналитикой SAS понимает, скажем так, самое широкое понятие, да, то есть мы в аналитику включаем все от подготовки данных, да, удаление дупликатов, соединение источников данных. То, что анализировать, нужно где-то взять, пощупать, вот они эти данные, да, покопаться в них в какой-то такой информационной помойке, которая часто появляется в организации спонтанно. Дальше сохранить это, организовать правильно хранение, разложить все по полочкам условно, да, чтобы быстро найти то, что нужно. Дальше это нужно правильно посчитать. Вот здесь SAS, наверное, является лидером, да, ну все-таки основатель, профессор математики, да, просто обязывает. Самый лучший калькулятор, да, лучше всех считает. Научный калькулятор. Научный калькулятор. Все эти этапы. И я, наверное, расскажу вот нашу там разницу в понимании, да, если до этого аналитика, она проходила развитие нескольких этапов, и вот предыдущий этап, он обуславливался больше такой, мы это называем описательная аналитика. Когда у нас есть какие-то старые события в прошлом, они происходили с какой-то частотой, их вызывали какие-то причины, мы их там можем составить, там, табличку. Структурировать. Да, структурировать, там, нарисовать графики, проследить там, где, что ломалось, почему, выяснить причины, но это все, как бы, анализ прошлого, да, что произошло, ответы можно давать в зависимости от... Ну, интересно, а анализ будущего мы же не можем... Вот, а теперь вот SAS как бы переходит к углубленной такой предиктивной аналитике, когда мы уже смотрим в будущее на основе тех событий, которые были, на основе тех трендов, которые намечаются, мы уже рассчитываем, отвечаем на вопрос, что будет в будущем, что будет, если. То есть тогда, когда можно стратегию подвести, да, и поиграться параметрами, подумать, какой следующий шаг нужно сделать организации, вот здесь, я думаю, наибольшая польза для любых организаций. Безусловно, да, если говорить о том, что будет в будущем, если бы мы знали, да, то, естественно, жизнь складывалась бы, да, максимально хорошо. Я просто к тому хотел бы уточнить, точнить то, что... А, не успею я уточнить, но да ладно, уточню уже после небольшого перерыва. Сейчас мы слушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим эфир. Итак, друзья, мы продолжаем наш эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Илья Катчан, директор по работе с государственным сектором САС России СНГ. И Артем Кожихов, ведущий эксперт по работе с государственным сектором той же самой компании САС России СНГ. Обсуждаем мы тему бизнес-аналитика для государственных структур, кому и для чего она нужна. Еще раз я напомню, телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Звоните, пишите, спрашивайте. Ну что ж, вернемся. Да, Артем, продолжайте, пожалуйста, и так отличие от нынешней аналитики, от прошедшей аналитики. Ну, это просто следующий этап развития, да, это переход к предиктивной углубленной аналитике. А, кстати, чем он обусловлен? Раньше невозможно было вот посмотреть в будущее, что ли, да, по каким-то... Нет, вот на самом деле, что неудивительно, это все возможно было, алгоритмы, в общем-то, были понятны, известны, там, математика, статистика, она развивалась гораздо раньше информационных технологий, она была как бы основой тех информационных технологий, которые возникло. Где-то не хватало вычислительных мощностей, чтобы обсчитывать большие, там, исторические данные, получать вот этот расчет еще на будущее. Не хватало, да, точности этого прогноза, да, когда у тебя прогноз, там, плюс-минус 60%, но это не прогноз, то есть мы не можем понять, как... Это как 50 на 50, да, либо да, либо нет. Да, сейчас, на удивление, даже банки могут посчитать не просто, там, что, там, человек выплатит, не выплатит кредит, а сейчас, когда он прекратит, платит его в будущем. Уже можно посчитать. Вплоть, там, до месяца, да. Да, Илья, Илья руку поднял, что ты хочешь добавить. А, хотел бы допомнить, да, вот это отличие, да, мы когда анализировали, а почему вообще, ну, там, мировой опыт, сейчас задают вопрос, вот, насколько мировой опыт применим, не применим в государственном секторе, который, вообще говоря, уникален в каждой стране. Конечно. А наша страна, в принципе, в мире она уникальная. И вот мы анализировали... Не говоря уж о государственном секторе. Ну, да, 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 да. Я к тому, что он самый уникальный, видимо, в мире наш государственный. Бесспорно. И вот мы анализировали, да, там, взяли некий исторический ракурс, опять-таки, вот, 70-е годы, когда все начиналось. Когда там в конце 50-х была гонка вооружений, и неизбежно стал чувствоваться дефицит вычислительных мощностей. И тогда, соответственно, Советский Союз, США, как две супердержавы, они двинулись параллельно. Эта эра, и все айтишники это признают, и специалисты около айти отрасли, вращающиеся. Начали создаваться мейнфреймы, вычислительные, большие инфрационно-вычислительные центры, суперкомпьютеры, пошло движение. Следующий этап — это создание эры персональных компьютеров, да. На Западе это активно пошла технология в массы, в коммерческий сектор, это начали использовать. А у нас это там по различным силам объективности. К сожалению, да. Да, причинам это осталось там уделом ограниченного круга людей, возможность доступа к этим системам. Ну и, соответственно, к 90-м годам, когда весь мир перешел, эра персональных компьютеров начала заканчиваться, появилась эра интернета, веб-1.0. У нас только подошли к тому, что, как бы, все, информационная технология — это актив будущего, без этого никак. И вот эта разница, да, в развитии где-то сейчас 10-15 лет по разным оценкам, она вот до сих пор ощущается. То есть если в мире это было постепенно, развитие шло, да, как бы десятилетиям, то мы это пытаемся ужать масштабы пятилетки, то есть вот мы пытаемся наверстать. В каких-то вещах мы сильно продвинулись, почти пододвинулись Западу, да, вот, в частности, взять фактические данные исторические и отобразить в отчете, посмотреть. А уже более такие серьезные инструменты аналитические, да, вот такие околонаучные, математические, к ним мы только подступаем, да. То есть поэтому вот это объективно такой исторический процесс, то есть это то, что есть. Ну, то есть можно сказать, что даже и в сфере IT-технологий все равно время, да, отстояться должно все. Безусловно, да. То есть скачком на храпом невозможно. Невозможно. Хотя по большому счету, ну а что такое? Вот я теперь знаю там, я не знаю, в Америке, да, к этому подошли за десятилетия, а я сейчас об этом узнал и это начинаю применять. Почему нет? Да, это сократит разрыв, да, если мы применим технологии, которые уже как бы опробованы, они набили шишек. Вот, 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 более того, они о своих шишках ведь тоже рассказывают, да, они лукавят при этом. Что, у меня есть возможность. Вот пример, да, там, могу рассказать, как я просвечал тут недавно перед нашим форумом, как развивалась у них аналитика в области медицины. Вот именно такая серьезная аналитика. То есть у них изначально скопили, собирались данные, были переведены в электронный вид по оказанию услуг медицинских населению, больницы, электронные карты и так далее, что сейчас очень популярно у нас. Следующим этапом они с помощью средств аналитики стали считать, собственно, прогнозировать, сколько у них будет больных, каких заболеваний, куда идут тренды, когда у нас будет там эпидемия, когда будет пиковая нагрузка, сколько в каких больницах должно быть коек, там, в зависимости от региона и так далее. То есть некие такие, строить агрегаты, да, то есть понимать в общем, что происходит в здравоохранении в стране, как ее нужно, где нужно дофинансировать, где не нужно уже финансировать, уже развитые области и так далее. То есть перекосы все посмотрели. И вот постепенно-постепенно аналитика развивалась, и сейчас они приходят от вот этой массовой, средней температуры по больнице, они приходят к индивидуальной, когда сейчас их мощности, их алгоритмы современные, аналитические, ну, в том числе, которые в SAS используются, да, они помогают уже спрогнозировать не просто заболевания в регионе, а заболевания конкретно вас. Вот вы приходите на прием, врач уже видит, что у вас там у родственников такие-то заболевания, у вас история заболеваний такая-то, вы похожи на такую-то группу людей, у них чаще всего возникают такие-то заболевания, поэтому самые там возможные у вас заболевания, такие-такие-такие-то, риск развития таких-таких там фатальных заболеваний, он вот такой. То есть врач уже изначально, даже не проводя никакие анализы, просто на базе той информации, которая уже существует, он видит приблизительно, чем человек будет болеть, куда ему нужно смотреть, на что обратить внимание. То есть переход от общего к частному постепенно. И что мы видим в России? Ровно тот же самый путь с небольшим отставанием. У нас сейчас принимается концепция здравоохранения, все переводится в электронный вид, вводятся какие-то показатели, начинает развиваться. Мы считаем, что надо сделать чуть больше упор в область аналитики, чтобы сократить этот разрыв, это отставание, может быть, чуть раньше начать считать. Ну а это возможно, да, сократить, начать тут раньше, потому что все-таки речь-то идет действительно о каком-то пласте информации достаточно большом, потому что я не говорю о том, что Россия, да, по масштабам своим, может быть, отличается от многих государств, да, в большую сторону. Надо время для того, чтобы все это делать. Данные, нужны данные. Аналитика. Хорошо, для того, чтобы получить эти данные, нужно время. Не так это? Нужно время, какое-то время. Аналитика не может идти параллельно, одновременно стартовать с внедрением транзакционных систем, да. Вот медицинская система внедряется, да, то есть вначале надо накопить некую историю, да, то есть начать. Аналитика всегда, это все-таки более высокоуровневая задача, соответственно, она всегда идет вторым этапом. Но если в мире это исторически традиционно было растянуто, то сейчас у нас есть возможность искусственно это максимально сблизить. То есть мы понимаем, как бы, чего ждать, какие проблемы. То есть существенная предпосылка для того, чтобы аналитика была успешной, то есть чтобы принимаемые решения на основе аналитики были максимально достоверны и успешны, данные должны быть соответствующего качества. Это просто крайне необходимо. Вот там на текущий уровень, на текущий момент в госорганах это большая проблема. Ведомственные данные, они очень разнородные, не централизованные. То есть я хотел уточнить, да, о качестве данных мы с какой точки зрения говорим? Качественные данные. Качественные данные, это значит они максимально структурированные и вычищены. То есть допустим, что если Петров Иван Сергеевич, да, такого-то года рождения, то есть чтобы в базах данных везде, то есть он проходил, чтобы всегда можно было идентифицировать, что это человек один и тот же, да. То есть независимо от опечаток, независимости от каких-то других параметров, то есть это должно быть вот, чтобы конкретная погрешность потом, принимаемых статистическая, на основании которой принимается решение, она была минимальна. Ну вот, соответственно, вот качество данных. Этот вот целый пласт технологий есть, да, которые именно занимаются очисткой данных. То есть их надо взять, очистить, положить. Соответственно... Соответственно, для этого требуется время, да? Да, 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 да. Причем немалое порой. Я понял, хорошо. Ну и, собственно, времени у нас не останется, наверное, да, сейчас нам надо будет прерваться. Но, тем не менее, вопрос, что называется, на языке у меня вертится, да, если мы говорим вот о качестве данных именно в государственном секторе, то на что, прежде всего, акцент делается? Ну, не на фамилию, имя, отчество и на год рождения? В том числе на них. То есть это персональные данные, фамилия, имя, отчество, там, год рождения, это место жительства, то, что практически все государственные органы хранят. Здесь делается акцент, в общем-то, у них на объединение данных. Сложность в чем? Что есть две базы данных, в одном он там Иванов, Петров Иван, здесь Иван Петров. Артем, прошу прощения, вот все-таки вынужден я прервать, сейчас у нас рубрика «Вне времени», послушаем, потом продолжим эфир. Итак, друзья мои, продолжим эфир, бизнес-класс на Финам.ФМ обсуждаем мы сегодня бизнес-аналитику для государственных структур, кому и для чего она нужна. В гостях Илья Катчан, директор по работе с государственным сектором компании «САС-Россия-СНГ», и Артем Кожухов, ведущий эксперт по работе с государственным сектором этой же компании «САС-Россия-СНГ». Телефон в студии 65 1099, 6, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». И давайте сразу продолжим разговоры и уже поговорим о каких-то конкретных примерах, конкретных ответов на конкретные вопросы. Да, Олег, я закончу мысль, что главной задачей, самой такой часто встречающейся сейчас в госсекторе является объединение баз в части очистки данных, когда в одной базе указан там Иванов-Петр, а в другой Петр-Иванов. И надо понять, это однофамильцы, либо это один и тот же человек, просто по-разному написаны в двух разных базах. Вот это, наверное, самая интересная задача, с чего я начинал, что «САС-Россия-СНГ» начинает с подготовки данных. У нас эти технологии тоже есть, вот именно определить по вторичным признакам, по наличию опечаток, один это или не один человек. Если один, то это надо слить, объединить, это одна запись, это все. Любопытно, да, такие серьезные задачи. Ну, собственно, и отсюда мы автоматом подходим к главному вопросу, к заголовку, к теме нашего интервью. Аналитика, кому и для чего она нужна, да, то есть в государственном секторе. То есть это важно, да, принципиально государство. Если так задуматься, роль государства какова, то, конечно, в счете оно охраняет целостную, территориальную целостность страны. Оно обеспечивает некие регуляторные функции, обеспечивает экономическую культуру, социальные функции выполняет. А все это делается для чего, то есть, ну, в таком, в идеальном варианте, это делается для гражданина. В конечном итоге, то есть гражданин должен быть доволен. За это гражданин платит государству налоги, да, то есть, и в случае, если гражданин видит, на что идут его деньги, на что тратится, если он понимает, как бы, он на себе ощущает, да, отдачу, то есть государство качественно оказывает свою деятельность, да, Соответственно, выигрываете гражданин лояльный, государство получает стабильность в виде лояльного гражданина, и появляется возможность тратить ресурсы там на какие-то внешнеполитические, на другие, на других областях, да. Как пример, да, то есть вот аналитика в данном случае, то есть она позволяет государству квалифицированно выполнять свою работу. Пример. В Швеции. В Швеции налоговая служба Швеции запускает сервис для своих граждан. Элементарный, простейший сервис, ну, просто из-за масштабов, да, оказания, он, это действительно такая самостоятельная, полноценная задача. Когда шведы заполняют налоговые декларации, вот они заходят, они бивают там только свое имя, свой ИНН, допустим, уникальный, да, идентификатор, и им уже форум предварительно заполняется. Казалось бы, ерундовая задача, но из-за этого налоговая служба Швеции смогла высвободить 15% своего персонала и тем самым сэкономить, да. И для контраста, вот, статистика по Америке. Американцы в среднем ежегодно тратят от 5 до 20 часов на заполнение этих деклараций. Да. Другой пример, вот, классическая задача аналитических... Меня сейчас контраст-то поразил, больше всего именно этот, вот есть Швеция, а есть Америка, и вот он, контраст. Если была Швеция и Россия, наверное, контраст был более привычен бы. Ну, в смысле более привычен. Ну, более привычен, что вы на контрасте все время. В Швеции хорошо, в России плохо, а тут вот как получилось. А тут эффект масштаба, да, то есть Швеция поменьше, то есть задачи-то простые как таковые, да, но вот именно то, что это масштаб и страновой масштаб, да, они, соответственно, выливаются в такие, в непростые вещи, кажется, ну, что теперь сделать, заполнить? А нет, тут как бы там очень много нюансов. Германия, да, опять тоже, ну, небольшая страна. Что сделали? То есть классическая задача для такой продвинутой аналитики – суметь сегментировать население, ну, некую группу людей. Население там, либо клиентов, либо налогоплательщиков, либо те, кто через границу перевозит какой-то товар, суметь сегментировать и понять вероятность, некую спрогнозировать поведение этой группы, да, там, для налоговиков это важно, чтобы налоги собрать, для таможенников там вероятность нелегального импорта и экспорта, для банков это там вероятность того, там, возьмут кредит, не возьмут, ну, то есть это вот такая унифицированная задача. Германия, агентство по борьбе с безработицей, оно, соответственно, в том числе разработало эту систему аналитическую, которая безработным сегментирует их и высчитывает вероятность того, какое предложение сделать безработному. Наряду с этой и остальной мерой, они за три года сэкономили 10 миллиардов евро. 10 миллиардов евро, если сравнить, вот сейчас, на слуху, буквально два месяца назад, пенсионный фонд, это дефицит пенсионных, это тот выигрыш, который пенсионный фонд получил в результате того, что отменил накопительную часть, да, то есть это вот как бы, а эффект? Сейчас про чей пенсионный фонд? Про российский уже. Ну вот, соответственно, колоссальный эффект, то есть эффект одинаковый, да, а какой отдача, да? Конечно, сама цифра поражает. И вот, собственно, от этого персонального взаимодействия зависит как бы мнение гражданина, да, вот я, коль пенсионный фонд затронули, положительный, расскажу пример, вот из моего личного опыта, то есть я там, будучи помоложе, там, предпринимал шаги на ниве предпринимательства, я был как индивидуальный предприниматель. И вот у меня образовалась некая задолженность, задолженность по уплате пенсионных отчислений. То есть у меня сотрудников не было, я сам на себя работал один. Ну вот она висит там в силу молодости, думаешь, я попозже заплачу, ну там капают пенни, ну как бы, ничего страшного, да, да, да. И пенсионный фонд регулярно мне присылает, присылает выписку из своей системы, где что-то расписано, где ничего непонятно. Ну я такое вижу, да, задолженность есть, но она небольшая, как бы, я добросовестный плательщик, то есть я как бы, я лояльный и государствую к пенсионному фонду, ну просто мне некогда, там, в силу молодости, мне надо зарабатывать больше, как бы, а вот не бегать платить пенни. И я откладывал, откладывал, откладывал. Я добросовестный, но не аккуратный плательщик. Да, 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 тут как бы, в силу различных причин, да. По молодости. По молодости. Но в какой-то момент приходит письмо из пенсионного фонда. Уже строгое с предупреждением. Нет. Там было строгое с предупреждением. Но туда были вложены уже распечатанные квитанции. И они из всего этого полотна выбрали, расписали мне по каждому налогу, по каждому пене готовые квитанции. Я улыбнулся. У меня просто одним письмом пенсионный фонд изменил отношение к себе. Я просто заулыбался, я понял, они хотят, чтобы я заплатил. Я пошел заплатить. Я проснулся другим человеком. Так подожди, а вот в этот момент, что сменилось что-то в бизнес-аналитике, что ли? Нет. Это я имел в виду, что вот это персонифицированным взаимодействием, когда государство угадывает потребности конкретного гражданина, оно меняет отношение к себе. Тем самым, конечно, пенсионный фонд получил денежку. Таких, как я, если посчитать статистически. А основная технология, которая позволяет это делать, это аналитическая технология, которая незатейливой математикой относительно незатейливой, позволяет предугадать вероятность, на что я откликнусь. Может быть, мне следовало отправить смс-кой это предупреждение и выложить на сайте ссылку. Либо электронной почтой. Разные ведь люди, каналы коммуникации с каждым человеком, они индивидуальны. Весь мир к этому движется. И, соответственно, мы должны двигаться. И ресурсы, которые у государства есть внутренние, для того, чтобы решать свои проблемы, они колоссальны. Нужно этим воспользоваться. Аналитика – один из инструментов. Ну вот, замечательно. Спасибо огромное, Илья, за ваше выступление. Пример, главное, мне очень понравился. Так вот, как ею воспользоваться? Сейчас мы говорим о специфике уже, наверное, нашей родимой отчизны. Наверняка такая, да? Артем, специфика есть, все-таки Россия? Ну, да, о специфике, наверное, можем чуть попозже поговорить. Хорошо, давайте. Да, сейчас там, скажем так, обратный пример. Просто ровно противоположная ситуация. Илья рассказал о коммуникациях государства с человеком. Но ведь важна и обратная связь для государства. Очень важно получить некие сигналы. Они исходят всегда. Они сейчас исходят и от нашего населения, да, в адрес государства. Только вопрос, как государство этим может воспользоваться, и какие ресурсы для этого нужно затратить. Вот очень хороший пример, как в Гонконге решили эту ситуацию. У них довольно плотное население. Это большой, крупный. Раньше это была отдельная там и страна, и сейчас это отдельный регион в Китае. Они сделали единый центр, который принимает все обращения граждан, которые касаются государственных структур. Любых? Вообще любых. А это на секундочку 100 тысяч электронных писем и 2,5 миллиона ежегодно звонков. Да, то есть это... Немало. Руками такое перелопатить? И при том неважно, у вас мусор во дворе, там знаков каких-то не хватает, или там глобально у вас есть там жалоба на работу пенсионного фонда. То есть абсолютно уровень никого не волнует. Просто у меня из государства мой вопрос, или мое обращение, мое предложение, жалоба, что угодно. Я могу там позвонить в колл-центр, могу отправить им электронное письмо, могу бумажное письмо, неважно. Там все эти письма, звонки обрабатываются, переводятся в текстовый вид. И в текстовом виде они с помощью средств текстовой аналитики структурируются по государственным органам, отсылаются, отслеживается их исполнение, смотрится там динамика. Но что они от этого выиграли, от такой синергии? То есть гражданин выиграл, что он имеет там один телефон, один адрес электронной почты, куда он по любым вопросам может обратиться, власть ему обязательно ответит на эту тему. Государственные органы что выиграли? Они получают от этого центра уже обработанные, структурированные конкретные жалобы для этого ведомства. Они не занимаются отписками, всякими глупостями. Все, что их не касается, к ним не попадает уже. Стоит надежный фильтр некий между ними. И контролирующие органы, администрация, правительство, она может смотреть, а сколько обращений идут в какое ведомство? А какая общая масса, какое настроение населения? Куда тренды идут? Куда усиливаются? Вот сейчас все начали жаловаться на дороге. Значит, там что-то не то, что творится, что-то случилось. По поводу трендов это, конечно, политический уже такой момент. Уже сверху видно, как распределяются потоки. Вот эта информация, вот эта ведомство, она работает отлично, к нему идут только предложения, только пожелания и так далее. А вот это ведомство, явно у них какие-то проблемы. Может быть, эта проблема не из-за того, что они плохо работают, может, там недофинансированы, или действительно там какое-то цунами прошло, и там вот-вот не хватает им ресурсов. Но в этом явно есть проблема. То есть контролирующие органы сразу это все видят. Все, то есть вот этот творог, там, Илья правильно сказал, два с половиной миллиона звонков разбираются. И как тут без аналитики справиться? Другое политическое приложение, да, вот того же самого инструмента, аналитического, который в автомате разбирает, доктрина открытого правительства, да. Вот сейчас очень популярная общественная инициатива, когда есть инициатива законодательная и смотрят. Если в интернете люди отзывов начинают там зашкаливать, количество какое-то, да, ее берут в рассмотрение. Вручную проанализировать, просмотреть все отзывы, посмотреть, выявить какие-то статистически значимые зависимости, это практически нереально. А инструмент аналитический, он, во-первых, беспристрастен, да, то есть он просто будет считать. Он сначала лингвистически любой комментарий разбирает, смотрит, о чем говорят, какие факты, какая эмоциональная окраска, а потом просто статистически начинает выверять. Какие-то значимые вещи. То есть один параметр часто встречается с другим. Пример. Может быть, не политический, но очень как бы... Ну, даже лучше, что не политический. Я единственную ремарку хотел. Какой-то искусственный интеллект прям вот, что вы рассказываете, нарисуется искусственный интеллект. Ну, как вначале говорили, точку сингулярности. Если мы идем, то как бы он должен быть там где-то появиться, этот искусственный интеллект. Пример. Пример, да. Совсем не политический. Но, про САС, да. Скандинавы. Скандинавская страна, не помню кто, значит, отдел в борьбе с наркотиками начинают просто мониторить блоги. Блоги, где общаются наркоманы. И вот, значит, у них начинают статистически значимо появляться упоминания в одних и тех же сообщениях Канада и производитель пластиковых упаковок для завтраков. Не канадских. Он просто вот зашкаливает. То есть, ну, не просто так. Не просто так. В одном сообщении, значит, начинают проводить расследование, разбираться. приходят к непосредственно погоничникам, таможенникам, кто стоит. Они говорят, мы сейчас так сильно шмонаем рейсы из Голландии, что у нас поток пошел через Канаду наркотиков. А везут их в пластиковых пакетах, потому что они по герметичности, какое-то там вот у них качество они хорошее. Здорово. Вот, собственно. Вот вам и результат. Да, да, да. Спасибо, Илья, за пример. Еще раз прервемся, новости послушаем, потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Finam.fm. Сегодня у меня в гостях эксперты компании SAS России и СНГ. Это Илья Катчан, директор по работе с государственным сектором. И Артем Кожухов, ведущий эксперт по работе с государственным сектором. Мы обсуждаем тему бизнес-аналитики для государственных структур. Давайте сразу замечательный пример с Канадою. Ну, примеры почему-то все в основном какие-то заграничные. Ну, мы с этого и начинали, да, все-таки. Мы стараемся, мы стараемся. Запад убежал чуть вперед, чуть вперед, исторически. Но мы наверстываем. Это вот как велосипедист, который едет вторым, у него выгодное положение. Он сопротивление воздуха с себя сгружает, чтобы сделать финальный рывок. А потом перед финишем финальный рывок. Да, Артем? Да, да. Вопрос был еще до этого, до перерыва загадан. Об особенностях российской... Действительности. Действительности, да, аналитики в наших государственных органах. Вот на самом деле вот этот разрыв и есть зачастую особенности. Вот, например, да, мы недавно анализировали, даже показывали это решение здесь в России. На одном из собраний. Датчане в 2005 году столкнулись с проблемой госзакупок. О том, что каждый регион, каждый муниципалитет, каждый там мелкорайонное образование имело свой портал по закупкам. Они публиковали там те нужды, которые им требуются. Естественно, чиновники хотели на этом заработать. Некоторые, не хочу за всех говорить, да, но были такие, их было немало. Они прятали эти закупки, так, чтобы их не было видно, чтобы конкурсы были нечестные. Они исправляли какие-то данные, они неправильно классифицировали, например, там, закупали какие-нибудь планшетные компьютеры. То есть они делали сознательность. Айпад либо ошибались, тяжело выяснить, да, там, следствие решает, да, там, и суд, может быть. Ну, где-то это может быть просто ошибкой, да, когда, там, закупка айпадов попадает в категорию автомобиля, например. Кто же ее там будет искать-то на этом портале? Собственно, они применили средства аналитики. На этих порталах автоматически стала работать вот тексты аналитика, очистка данных. Когда все опечатки, если они даже встречаются, вне зависимости от того, специально, они случайно были сделаны, они исправляются машиной. Просто, ну, написано там, буковка использована английского языка, а не датского, там, но аналогичная по написанию. Она исправлялась, чтобы поисковая машина находила. Категория неправильно указана, система открывает документ, читает, что внутри описаны компьютеры, а в категории лежат автомобили. Ну, это же легко вычисляется, да, то есть, ну, легко для нас. То есть, мы можем прочитать документ, мы можем понять основную его тематику и понять, что он отправлен в ошибочную категорию и переложить его просто в соседнюю. Организовался сквозной поиск. И, опять же, выиграли. Две категории выиграли, поставщики, которые поставляют. Вот они теперь точно могли найти те конкурсы, в которых они хотели бы поучаствовать, стали предлагать адекватные цены, пошло снижение общей стоимости закупок. Разные муниципалитеты, на удивление, да, то есть, они столкнулись с тем, что разные муниципалитеты поняли, что они закупают приблизительно одно и то же, они просто по-разному описывают. Один напишет там, хочет купить карандаши, второй пишет там, коробка карандашей. Ну, как бы одно и то же. Система это схлопывала, что это одно и то же закупается просто в двух соседних регионах. Они стали объединять, укрупнять свои заказы, за счет этого получать оптовые скидки от поставщиков, если они закупают одно и то же. Собственно, они 10%, с 2005 года они начали этот проект, до сих пор они еще там что-то дорабатывают, докручивают. На 10% они снизили свои расходы на госзакупки, при этом, что объем закупок не изменился за это время. А у них, извините, 8 миллиардов евро годовой объем закупок. То есть, казалось бы, мелочь просто исправить опечатки и вот неточности в заказах и будет, ну, как бы, понятно, что с этой же задачей мы сталкиваемся у нас же. То есть, могут быть те же самые опечатки, также можно использовать аналитику. Это доказывает то, что аналитические задачи, они, вообще говоря, достаточно стандартные. То есть, это вот не какие-то системы нижнего уровня, когда там различные процессы взаимодействия, когда это действительно очень специфичная область. А аналитические задачи достаточно классичные. Это пока текущая ситуация доказывает это, что мы идем, по сути, мы сталкиваемся с теми же самыми проблемами. Поэтому опыт заграничный, он применим, но мы всегда должны его пропускать через призму такой критичности с точки зрения нашей действительности и с точки зрения страновой уникальности. И потом, то есть, говоря, что мы отстаем, опять же таки, мы там, ну, мы говорим как-то статистически в среднем, усредняем, да, понятно, там вот, если в среднем по стране мы провисаем. Но отдельные ведомства на федеральном, региональном уровне, они порой дают фору, даже дают фору западным игрокам. Вот у меня есть пример, ну, на федеральном, да, то есть, там они хорошо более-менее работают, они там, по крайней мере, специалисты. Есть возможность таких специалистов привлекать, которые понимают эту пользу и уже делают активные шаги. А на региональном уровне Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр. Они нашим САСом, они, по сути, не то, что наши клиенты, они уже почти, они партнер практически наш. То есть, вот мы буквально, вот, ну, вот, такой уровень взаимодействия, они 10 лет пользуются, да. Буквально, вот, там, вчера я прочитал в новостях, они сейчас, поскольку актуальна тема с иностранной рабочей силой, с миграцией, создают систему по прогнозированию потребностей города в иностранной рабочей силы. С обязательной припиской, которую нельзя закрыть рабочими, ну, своими рабочими, да, в кавычках, так скажу. А, ну, собственно, они решают, они успешны. И для этого они, там, действительно, сейчас специалисты из университетов, которые, кандидаты и доктора, которые, как бы, вот, с прогнозированием работают как, вот, для них это повседневная задача. Илья, смотрите, мы говорим все-таки о государственных структурах. Ну, наверное, государственные структуры отличаются от структуры бизнес по понятным причинам, они более инертные, да, бизнес, он, вы же... Государственная, это государственная... Государственный сектор, государственный сектор. Я вопрос какой, к чему веду? Все, о чем вы рассказываете, более яркие примеры, показывает или доказывает необходимость, да, применения бизнес-аналитики. А кто инициирует? Кто инициирует? Вот если вы бизнесмен, вы меня сейчас убедили, я бизнесмен, я говорю, я без этого не проживу. Не обязательно это нужно, да, я готов на это потратиться, но очевидно, что, да, рентабельность моей продукции, там, моих услуг, она вырастает. А государственные структуры, там нужно кому-то приказать, нужно ударить кулаком по столу. Да. Да. Президент. Президент. Вот так вот. В мае 2012 года есть постановление Владимира Владимировича Путина о том, что повышение качества работы, эффективности работы и повышение качества. К 2018 году, вот есть популярная тема государственные услуги, да, куда мы активно движемся. К 2018 году нужно достичь 90% уровня удовлетворенности населения качеством государственных услуг. Хороший KPI. Здорово. Правильный очень KPI. Абсолютно. И за него дерут, дерут, спрашивают со всех. То есть вот, вот. То есть мотивация именно такая, да? Да. Понятно, что... Получишь по голове. Тут вот, если в бизнесе очень легко померить, это в деньгах. Государство денег не зарабатывает. Государство, оно опять-таки должно качественно оказывать. То есть некая такая качественная характеристика, которую там очень тяжело померить в количестве, да? То есть, ну, так или иначе можно мерить. Можно мерить в количестве сэкономленных денег, в процентах удовлетворенности населения. То есть они находятся. И тут вот, ну, тут должна быть там, понятно, выстроена правильная схема мотивации и желания. То есть вот чиновники — это люди, которые работают для народа. Это же слуги народа. То есть вот должны они. Должны и делают потихонечку. Ну, смотрите, еще я добавлю. Должны понимать они это прежде всего, да? Ну, безусловно, да. С этого начинается все. Я добавлю, что еще существует вопрос такой, чем попал в точку. В нашем госфекторе сейчас существует еще некий такой кризис, недопонимание, что вот эти проблемы, которые и задачи у них стоят, они решаются аналитикой. Вот, например, тот же пример, который я приводил в госзакупке, да, вот как бы не сразу, а логично возникает в памяти, когда вы говорите, у нас вот проблема, есть опечатки там в этом, что это аналитика. Да, то есть вот, и мы приходим вот с Ильей часто, приходим, проводим презентации. Это не проблема того, кто, да, вводит? Да, это непонимание, просто что надо вот смотреть в эту сторону. Мы приходим, показываем нашу систему, они говорят, вот у нас есть данные, мы там не знаем, что делать, мы загружаем там систему, показываем некие, проводим там пробные какие-то внедрения. Они такие, а это решается вот таким образом. Этим алгоритмом, это просто математика делает. Да, чудес нет, математика, алгоритмы многие там, 80-х годов, они просто там в современной оболочке оптимизированы под вычисление больших данных, но работают они и выдают результат. А тот, который вы не ожидаете. А как эту проблему решать? Какая-то грамотность нужна, что ли? Да, это вот. Об этом говорят, ну, на всех уровнях, то есть, у нас колоссальный дефицит кадров квалифицированных специалистов, их нужно расти, дефицит будет колоссальный, он будет только расти, если мы кардинально не улучшим, да. Нужно создавать систему ситуционных центров, об этом тоже говорят на всех уровнях. Ситуционный центр, это, он неизбежно потянет за собой то, что чиновники начнут повышать культуру, IT-культуру, умение работать с информацией, анализировать. Опять же, тот разрыв, о котором я говорил, то есть, вот в нас не заложили, помните, вот, в советское время лозунг кибернетика, буржуазная лженаука? Ведь это же было, ведь это же объективно было. И это закладывали, то есть, вот, как бы, полномерно в головы. От этого нужно уйти, то есть, и вот, и эти проблемы надо решать, то есть, вот, без них никуда. И мы, по сути, ходим и занимаемся, в некотором роде, ликбезом. Ну, это действительно, ну, это благородное занятие. И вот ситуционные центры, да, вот сейчас, да, большинство из них понимается, когда вот там большие мониторы сидят, люди отслеживают ситуацию. А на самом деле, вот, аналитика, оно вот интеллектуальное ядро, которое может, по сути, отслеживать и уже там привлекать внимание конкретной точки просто вот вручную, да, то есть, по сути, посмотри вот сюда, вот здесь сейчас будет изменение, приготовьтесь, и всех заранее все уже посмотрели, и вот оно пошло, да, то есть, вот. Ну, очевидно, да, очевидно, я хочу резюмировать уже, к сожалению, время заканчивалось, очевидно, да, что этот вопрос, да, он необходим, он назрел, да, все это работает, ну, и вот то, о чем мы говорили в конце, уже абсолютно правильно, что нужно ликбез, ликбез, нужно проводить ликбез, нужно стремиться, да, спасибо, благородное занятие еще раз. Спасибо огромное, еще раз напомню, в студии Илья Качан и Артем Кожух, эксперты компании SAS, Россия, СНГ, мы обсуждали тему бизнес-аналитики для государственных структур, кому и для чего она нужна, ответ на вопрос очевидный, нужна, кому нужна, для чего нужна, все это понятно. Спасибо огромное, всего хорошего, успехов в бизнесе, до свидания.